Добрый день, уважаемые коллеги! На самом деле это не столько опыт Самарского хосписа, хотя, конечно, о нём я обязательно-обязательно скажу. Нужно сказать, что дни и часы жизни пациента, которые самые последние, они особенные и важные. Необходимо обеспечивать несомненно надлежащий необходимый уход и купирование симптомов, применяющиеся и нестабильные ситуации. То есть вот это самая главная характеристика дней и часов, то, что ситуация может меняться каждый час, каждые полчаса, а в последний час жизни, каждую минуту. Часто это сложно, потому что есть неопределённость, естественно. И особенная сложность возникает в стационарах с возможностями интенсивной терапии, направленной на излечение и удлинение продолжительности жизни. И мы должны помнить и никогда ни на одну минуту не забывать, выбирая методы лечения, отказываясь от методов лечения, что мы говорим, даже что мы думаем, потому что последние дни и часы жизни запомнятся навсегда членам семьи пациента. Мы с вами помним о том, что есть три главные траектории для людей с хроническими заболеваниями, с прогрессирующими. Ну и для онкологических пациентов это первая, самая кривая, и у них изменение состояния, оно происходит относительно предсказуемо. Относительно, конечно. В этом простота этой ситуации, но это слишком быстро, и в этом сложность этой ситуации. То есть мы должны быть очень и очень внимательны. Показателями того, что пациенту осталось жить полгода или менее, являются пониженные статусы, гиперкальциемия, метастазирование, особенно в центральную нервную систему, синдром верхней пола вены, компрессия спинного мозга, кохексия, вновь выявленные или прогрессирующие сопроводствующие патологии, четвёртая стадия онкологического заболевания – некурабельные формы. Потому что четвёртая стадия сейчас с возможностями аккуративного лечения, она тоже бывает абсолютно разной продолжительностью. Исследования, которые изучают распространённость симптомов в последние дни жизни, они есть, но вместе с тем они весьма-весьма такие разноречивые. Почему это так? Потому что в последние дни жизни у пациентов часто развивается деливий и просто нет способности общаться, описывать симптомы. И поэтому используют оценки, которые сделаны были медицинскими работниками или ухаживающими за больными близкими. От того, что время наступления смерти сложно поддаётся прогнозированию, непонятно, когда следует начинать сбор данных. И поэтому в большинстве это ретроспективный обзор после смерти пациента. А это всегда субъективно, естественно. И очень сильно исследуемые популяции отличаются. Культура разных стран вносит вот свои многие-многие особенности, которые накладывают отпечаток даже тогда, когда исследования проводятся. Но в России ещё очень мало исследований этой темы. Это у нас всё впереди. Как же определить, что пациент умирает и что остались дни и часы? Но об этом прежде всего говорит даже скорость нарастания изменений. Всё меняется, мы это видим. Выраженная прогрессирующая слабость, пребывание во сне большую часть времени. Очень часто вот такой вот вопрос от родственников мы слышим, что, ой, вы знаете, он начал спать вот 18-20 часов. И мы вот беспокоимся, что он там меньше стал есть и меньше стал пить. Конечно, мы всё объясняем. Равнодушие к пище и напиткам, трудности глотания, низкое или снижающее, или скачущее давление, недержание или задержка мочи, потеря способности закрывать глаза. Их много. И галлюцинации, которые тоже бывают практически у всех, у многих, очень многих пациентов в последние сутки жизни или в последние 48 часов. Шумное дыхание, мраморность и похолодание кожи и изменение ментального статуса. Если мы видим, ну скажем, пять из этих пунктов, то мы можем говорить с родными пациентами о том, что, знаете, готовьтесь. И вот что важнее всего в этот период? Важны медикаменты. Но на самом деле, вот и так коммуникация – это основа палеотильной помощи. Но в это время её значение и важность, они возрастают до максимума. Просто это самое-самое важное становится. И прежде всего с членами самой команды. Потому что понимание ситуации разными членами команды, особенно если там есть онкологи, если там есть другие специалисты, ну скажем, если там участковый врач, то есть множество специалистов, оно может быть разным. И поэтому необходимо обсуждение плановое и регулярное. Должно быть выработано единое представление о состоянии пациента. Пора ли оценивать состояние уже по часам, дням или нет. То есть выбрать систему координат, в какой мы работаем, в месяцах, в неделях или в днях. Определить нужно, кто будет оценивать ситуацию, потому что важно, чтобы периодически это был один и тот же человек. И как именно? Потому что в зависимости от проблем пациента можно использовать разные, скажем, разные критерии. И как часто? Обязательно нужно определить общих, правильных и своевременных целей ухода и лечения. Потому что если онколог говорит, «Ой, вы знаете, если будет нарушение когнитивного статуса, срочно-срочно делать МРТ, то понятно, что вот эту цель нужно менять. И эта цель у нас должна быть общая, потому что и уже есть такие случаи, они пока единичные, когда мы действительно обсуждаем это мультидисциплинарное, не только хосписное, а командой с онкологами, все вместе». И необходимо обсудить план для каждого члена команды, который участвует в помощи. Какова роль каждого? Уделить внимание нужно даже в команде не только медицинским аспектам, а эмоциональной и духовной помощи. Команда должна подумать и об этом. Что нужно в этот период с пациентом и семьёй? Что нужно обсуждать, что нужно делать? Нужно также обсудить план лечения и ухода, если возможно, с пациентом и его семьёй. Как они оценивают ситуацию? Нужно обязательно выслушать их опыт, страхи, желания для того, чтобы понимать. Вот сегодня Елена Владимировна очень хорошую ситуацию представила с гемотрансфузией. Вот здесь услышать и делать то, чтобы это не было катастрофой, чтобы это было плохо, но выносимо как-то. Обязательно нужно объяснять семье, каких изменений следует ожидать в состоянии пациента. Обязательно нужно убедиться, что все члены семьи знают, кому позвонить, если хуже и если пациент ушёл. То есть вот такие... И это становится жизненно необходимым. И этот план нужно пересматривать и переоценивать регулярно. Тем не менее, всё равно мы должны подумать о том, что могут быть и потенциально обратимые причины ухудшения состояния. И это бывает. И вот в жизни нашего хосписа таких историй было множество. Когда терминальный пациент при правильной симптоматической терапии становится на 2-3 месяца опять сохранным и возвращается. То есть эта ситуация может быть связана просто с гипергликемией. И это есть, это бывает. Или это связано с воспалением лёгких. Бывает. Или это связано со слишком высокой дозировкой наркотических анальгетиков. И это тоже бывает. Поэтому нужно рассматривать и этот вариант. Ну вот такая ситуация бывает тогда, когда пациент, как правило, взят недавно. То есть если уже это определённый период получения палеотильной помощи, то мы можем сразу понять, эта ситуация обратима ли причина или нет. Ещё и по этой причине участие специалистов палеотильной помощи на ранних этапах ещё оказания, при только выявлении того, что это заболевание неизлечимо, вот этих ситуаций, если будет специалист палеотильной помощи и консультировать, их максимально возможно избежать. Регулярное планирование и переоценка. Комфорт становится ключевым словом. Уход за полостью рта, предотвращение пролежней, положение в постели, контроль вот таких неважных с точки зрения обычной, но самых важных с точки зрения пациента в этот период вещей. Еда и питьё. Нужно обращать внимание и разговаривать и с пациентом, и с семьёй. Да, вполне нормально, что вы сейчас выпиваете всего два стакана воды в сутки. Это нормально, и пациент успокоен. Это возможно, он спрашивает, я вот так мало приюлю. Да, ничего страшного. И это успокаивает, это даёт возможность ну, какого-то контроля от ситуации со стороны самого пациента. регулярное планирование и переоценка в плане медикаментов. Обязательно в этот период нужно отменить медикаменты, которые не согласуются с целями помощи. Диуретики, когда пациент не может глотать, гипотензивные, когда она у него скачет. Но, как правило, вот это удивительно, но это очень часто требует особенной работы и объяснение, что почему это делается, для чего это делается. И учитывается, конечно, выбор пациента. Нужно рассмотреть необходимость и возможность подкожного введения лекарственных препаратов или жидкости. И должен быть в идеале составлен план купирования каждого реального, но это понятно, возможного и вероятного симптома и состояния. Он должен быть. Обязательно. Должны быть назначения при необходимости. Должна быть возможность дополнительного введения анальгетиков при нарастании боли. И поэтому оккупирование прорывов настолько важно, чтобы у нас это было. Нейролептики при делирии, антисекреторные препараты в случае шумного дыхания, противорвотные препараты универсального действия или широкого спектра действия, седативные препараты. Даже если пациент этого не использует, должна быть возможность в случае ухудшения состояния это получить. С обезболиванием в этом плане сложнее всего. Конечно. Если нет анальгетика наркотического в доме, а ситуация меняется часами. Регулярное планирование и переоценка в плане манипуляций. Нужно взвешивать преимущества и риски всего, что мы делаем. Потому что гипергидротация опасна, но иногда необходима. Любую манипуляцию обследования нужно подумать, нужна ли она или нет. И принять во внимание эмоциональные, духовные, религиозные, культурологические, юридические, внутри семейные нужды. Всех в семье и самого пациента в первую очередь. Ну, например, если брать обезвоживание, такую больную тему, когда мы беседуем с родственниками вот про эти два стакана, они читают и смотрят, и говорят, вот, говорят, меньше всего это литр. Ну, когда объясняем, что это уменьшается производство мочи, что это меньшее количество лёгочного секрета, что это уменьшение кишечного секрета, и что это реально не изменяет или даже улучшает качество жизни, вот в этой ситуации последних часов, то паники и ощущение, что мы не делаем ничего, нет. Наоборот, осознание полного, ну, как бы, владения ситуацией. Боль. К боли в это время внимание тоже не должно быть от того, что пациент в делирии или в коме не должно быть отсутствия внимания к этой теме. Конечно, её сложно оценивать, но мы должны помнить, что очень часто даже трансдермальные опиоиды не работают, потому что неэффективная абсорбция идёт, сложности перорального приёма лекарств. И даже подкожные введения не всегда в этот период оказываются эффективными. Просто плохая циркуляция. Поэтому нужно учитывать всё. Что же может быть? Боль может нарастать, и тогда дозировку лекарственного препарата нужно повышать. Боль может нарастать из-за опухоли, из-за других проблем, из-за контрактур, с давлением тканей или органов. Нужно дозировку повышать методом тетрования. Вместе с тем вот картина нарастания боли может быть и связана с гиперальгезией, потому что пациент не пьёт, у него задержка мочи, задержка стула, и возможно, что это опиоидная нейротоксичность. Это бывает нечасто, но тем не менее всё равно, я бы так сказала, один случай из 20, вот по опыту нашего хосписа, бывает такое, что при нарастании, в процессе умирания необходимо постепенное уменьшение дозировки опиоида. если этого не делать, то есть возбуждение. Поэтому нужно пробовать, смотреть и наблюдать. Бывает, боль не меняется, меняется состояние, и тогда, ну это общая мировая рекомендация, подобранную дозировку не снижают из-за того, что спутанное сознание или сниженное давление. И рекомендуем сохранять прием опиоидных средств даже при отсутствии сознания, с готовностью изменить дозировку. Но бывают ситуации, что боль становится рефрактерной во всем анальгетикам. И тогда, если и ротация не помогает, и повышение дозировки, и гидротация, ничего не работают, нужно рассмотреть вопрос возможной медикаментозной седации пациента. Вместе с тем, боль может уменьшиться. Конечно, пациент просто не ест, у него рак желудка, и тогда необходимо планово и постепенно снижать дозировку анальгетик. Париативная седация. Основные показания для нее это рефрактерные симптомы в терминальный период, последние несколько суток жизни. Важно получить информированное согласие от пациента или от опекуна обсудить цели лечения прогноза ожидаемой результаты. Очень бывают ситуации, когда это ожидаемо, когда боль и так сложно купирована, когда пациент с одышкой, допустим, и будет понятно, что если она трудно купируемая, даже в состоянии тяжелом, то можно обсудить то, когда состояние будет крайне тяжело, как мы будем себя вести. Средства, применяемые для палеотильной седации, это медозолам, в основном внутривенно или путем подкожной непрерывной инфузии с очень скрупулезным подбором дозировки. В условиях дома, конечно, вот это осуществить практически нереально. В каком-то плане реланиум, конечно, может помочь, но все-таки таких пациентов надо планированно провожать и вести в стационарном отделении, поскольку такая ситуация самая сложная для семьи на всю оставшуюся жизнь. Это пациенты с плановой госпитализацией должны. Очень часто приходится обсуждать вопрос вот этики палеотильной седации, потому что, конечно, это двойной эффект, потому что средства, которые используют для облегчения мучительной боли или других симптомов, могут ли они ускорить наступление смерти? Могут, а может быть и нет, потому что в каждом конкретном случае мы должны четко понимать, что четкий контроль за дозировками, четкий контроль за симптомами по часовой, по минутной, когда нужно, точно не сделает того, что смерть будет вызвана этими медикаментами. И это точно нельзя считать эвтаназией. Исследования, все исследования показывают, что правильное использование седативных и снотворных средств в конце жизни не приводит к сокращению и есть Диана Владимировна нам показывает эти исследования, которые доказывают, что она достоверна, палеотивная помощь верная, в том числе соответственно и седация когда необходима, она продляет и улучшает жизнь пациента. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...